После рекордного количества нереализованных моментов за последний чемпионат Федерация Футбола СССР обратилась в Институт Точной Механики с идеей разработки и изготовления мяча со смещенным центром тяжести. Чувство юмора всегда подогревает дополнительный интерес. В очередном чемпионате города Саратов по горным лыжам победителем стал Вася Петров, который пришел к финишу значительно раньше своих дней. Я даже танцевал с виртарем одной из команд. Когда-то, давным-давно, неправда, совсем недавно, еще при союзе перед нашими спортивными командами и делегациями У тебя все данные быть моделью, ты красивая. Отправляющимися на чемпионаты мира и олимпийские игры. Есть академия Копа Кабана, это бич-сокер, пляжный футбол. Вступали студенческие группы поддержки. Театры миниатюр, агитбригады, команды КВН. Руман Хаузен это самый правдивый человек на свете. И наши спортсмены раньше других имели возможность приобщиться к передовому студенческому юмору. Третья каразину в варежку внимательно следи за шайбой. И погрузиться в атмосферу веселья и задора. И вот, наконец-то, студенческий юмор. Добрался и до спортивного гинематографа. Россия с нами не пропадет! Это замечательный фильм с точки зрения того, что у нас практически не освещен женский футбол. И не все вообще знают, что он у нас есть. И помимо того, что есть профессиональный футбол, мало кто знает, что есть девочки, которые занимаются им на любительском уровне. Которые пришли туда достаточно недавно, уже будучи совершенно зрелыми личностями. И просто выбрали это как свое хобби. Кто-то ходит в фитнес, кто-то ходит на плавание, кто-то на йогу. А кто-то хочет играть в футбол. Очень много интересных фактов раскрывается в этом фильме. То, что одно другому не помеха. Можно быть красивой девушкой. Потому что многие считают, что футболистка это какой-то киборг страшный. Нет, совершенно не так. Это харизматичные, красивые, разносторонние личности, которые занимаются и творчеством, и спортом. И при этом и становятся женственными. Как это представлено? Чувство юмора, оно всегда подогревает дополнительный интерес. Это элементарно вообще. Добрый день, дорогие друзья. Я счастлив, что в свое время мне довелось познакомиться с прекрасными, красавицами, представительницами женской футбольной лиги. Вы думаете, что я что-то придумаю? Да нет же. Я был приглашен на презентации футбольных клубов. Девчонки шикарные. У меня даже появились среди этих команд поклонницы, поклонницы моего творчества. И шоу-группы «Доктор Ватсон». Я получил потрясающее удовольствие от общения с этими девчонками. Они искренние, чистые, потрясающие спортсменки. С 1955 года я, Георгий Мамиконов, болею за команду ЦСКА. Фильм «Россия с нами не пропадет, пусть процветает и здравствует». Этот фильм показал, что мы на верном пути, и наш спорт еще будет лучшим. Девчонки не подведите. Во-первых, мне очень приятно, что возникают такие продукты, которые редактируются с точки зрения спорта и кинематографа. Это вообще уникальная история, потому что массовый спорт, как правило, не любят снимать и не любят его пиарить. Если у нас появляется такой продукт, который действительно отражает все, что связано с женским футболом, все очень приятно и интересно. Я считаю, что это уникальный продукт. Я смотрела ваши фильмы. Они имеют некий собирательный образ, ни мачтовый, ни какие-то другие. Первые каналы не снимают. А вот когда появляются такие группы видео, фото операторского искусства, а если еще это с кинематографом связано, то это действительно популяризирует вообще футбол в принципе. И победную точку на 64-й минуте матча поставил Юрий Гаврилов. Игровые виды спорта такие, включая волейбол, баскетбол, ручной мяч. И мы теперь уже можем наблюдать и футбол, и хоккей. Много моделей, театральный. А для чего тебе нужен футбол или хоккей? У тебя все данные быть моделью. Ты красивая. Она и так привлекательна. Желание, она стремится себя проявить здесь. Когда смотришь их на площадке, они перед тобой предстают совсем другим. Совсем другое представление. Девочки на вечера, они там и танцуют, поют, разнообразят. Это агитационная работа. Они хотят себя и здесь проявить на фоне спорта. Это очень хорошо. И потом вот этим личным примером, каждый из них показывая другим, то вы тоже можете стать таким. Для меня в футболе секретов нет. Я могу и показать, как это дело выполняется, и рассказать. Разные причины не надо. Нам искать, конечно, не надо. Нет их все равно, нет их все равно. И не в этом дело. Нет, не в этом дело, что не дай. Когда я узнал о том, что девчонки красивые, стройные, обаятельные, собираются и играют в футбол, я сразу решил поделиться с ними самым дорогим, что у меня есть. У меня есть внутри образ, который бы я хотел подать в качестве символа их движения. Образ Барона Мюнхгаузена, который за волосы вытащил себя из болота. Я всегда, когда занимаюсь какими-то делами, особенно трудными, я всегда вспоминаю этот образ. Во-первых, Барон Мюнхгаузен – это самый правдивый человек на свете. И это очень хороший образ для девчонок, потому что к девчонкам все относятся с подозрением. А правда она говорит, что меня любит или нет. А во-вторых, он настолько уверен в своих силах, что он, завязнув в болоте с лошадью, взял себя за волосы и вытащил. То же самое, что сделали вы. Вы взяли себя и вытащили из рутины, из беготни по магазинам, парикмахерским. Вы вытащили себя и занялись любимым, интересным делом. Я против того, чтобы обязательно стать чемпионкой, выиграть, затоптать, забить больше голов и так далее. Нет. Сам спорт – это когда человек раскрывается в самом природоподобном, природосоответствующем виде. Если мы говорим о людях многосторонних, которые умеют петь песни, красиво выглядеть, танцевать и занимаются спортом – это верх того, что можно достигнуть человеку на этой планете. Я желаю девчонкам никогда не бросать это дело. Вы развиваетесь. Спорт – это то связующее звено, которое все ваши таланты раскроет больше, чем кто бы то ни было. Никакой продюсер, никакой антрепренер не раскроет так таланты, как это сделает спорт. В спорте вы натуральный, вы настоящий. Я являюсь рекордсменкой России по набиванию мяча. Мой рекорд составляет 17 846 раз. Мы находимся в Протиславском парке, где раньше проходили соревнования по женскому любительскому футболу. Болью судьбы. Многие юные футболистки оказались в кадрах кинофильма «Россия с нами не пропадет». Фильм получился ярким, красочным, зрелищным. Я надеюсь, что после выхода в свет этого фильма нас станет больше. Песня «Россия с нами» Песня «Россия с нами» Вообще, на самом деле, многие, наверное, удивят. Время идет. Мы в этом году справились 40 лет от нас к примеру. Но сегодня не об электронике, хотя тоже часть немножко расскажу. Мне тут посчастливилось посмотреть замечательную картину, которая называется «Россия с нами не пропадет». Много шуток, много музыки, хорошего настроения, красивые женщины и интеллигентные мужчины. Мы с братом спортсмены. И в этом смысле нам очень посчастливилось, потому что нас, собственно, родители в три года посадили на велосипед. В четыре мы ездили уже на двух колесах велосипедах. В пять лет поставили на коньки, в шесть лет отдали в музыкальную школу. А уже в школе мы занимались фоксом, баскетболом. Признаюсь честно, втайне от родителей мы девять лет с братьями засели на мотоцикл. У нас серьезный, серьезный мотоцикл, сами зарублены. Ну что, конечно же, хоккей. Так, достаточно серьезно. В меньшей степени футбол, ну, кто-то тому виноват. Травма глинасток. Мы когда приехали на пробы, Кирилл Стивенович Бромлев, или что-то в постановщик электроника, он говорит, ну, хорошо, но гитарю умеете, умеете, петь можете. А мы у нас в музыкальной школе, хоры, сорфежи, все дела. Мы умеем на мопеде, умеем на велосипеде, умеем в хоккей, умеем. Так сложилось, и опять же, спасибо нашим родителям замечательным. Ну, тогда была и демократия, и все эти истории были бесплатные. Это сейчас стоит огромных денег. С уважением к вам, Владимир Старцов. Привозь, наконец-то, студенческий юмор. Добрался и до спортивного гинематографа. Россия с нами не пропадет!